Дорогие друзья, всем привет! Всем привет из Аллании! Сегодня будет вообще видео просто как говорят в интернете, отрыв башки. Сегодня хочу показать вам пентхаус 240 квадратных метров в 250 метрах от моря. Вот смотрите. Сейчас находимся это улица Барбароса, Махмутлар район. И вот там уже сразу море. Сейчас вам покажу. Вот она. Видите, уже дорога. Все, там море. Так выглядит сам район. Так, переходим улицу. В общем, 240 квадратных метров пентхаус в 250 метрах от моря за внимание 70 тысяч евро. 70 тысяч евро. это, ну, сколько она, рублей. 4 900 где-то получается. Так, идем по району. Просто, чтобы вы видели. Я думаю, интересно будет. Вот они, апельсины, пожалуйста. Вот они, видите, тюльпаны высадили. Так выглядит автобусная остановка. Красотища опять. У них до сих пор, смотрите, есть еще таксофоны. Не знаю, не видел, чтобы по ним кто-нибудь звонил. Но они все же есть зачем-то. Такой архаизм, от которого, наверное, они тоже в скором времени избавятся. Вот здесь, можете видеть, магазинчик. Сразу шок идет. Это местная пятерочка. И мы поворачиваем направо. И вот он наш домик. Светленький. Как раз стоит, видите, немного подаль от вот этой центральной улицы Барбароса. Кстати, еще большой бонус. Прям возле дома сейчас будет детская площадка. Большая такая детская площадка. Она не только детская, спортная она площадка. она там и для взрослых. Но сейчас вам все покажу. Вот так выглядит улица. Вот видите, какой-то человек нехороший взял прям на тротуар. Весь тротуар взял, перегородил. Ну, здесь, видите, движение не такое активное. Поэтому все ходят, как я, вот этой плиточке по проезжей части. Вот наш дом. Смотрите, что касается фасада. Если мы посмотрим ближе, не знаю, на сколько видео будет. На видео видно. Дом уже, ну, сам фасад уже такой вид имеет. Немножко уже такой уставший, да. В апреле, в апреле месяца деньги уже сданы. На апрель месяц запланировано полностью обновление всего фасада. Так что домик у вас в апреле будет уже как новый. Вот это, кстати, так выглядит старый фонд для тех, кто спрашивал, как выглядит старый фонд. Здесь есть бассейн. Сейчас мы зайдем, все посмотрим. И вот она, смотрите, большая детская площадка. Спортивная площадка. Вот, видите. с покажем. Да, вот здесь можно взрослым детям, ой, взрослым детям, взрослым людям что-то подразмяться на этих тренажорах. А здесь уже детская площадка. Ребятки, видите, с Россией тоже по-русски разговаривают. Соседние домики. Вот, видите, уже современный дом выглядит более так современно. Так, и мы заходим на территорию нашего дома. Вот здесь имеется, смотрите, небольшой летний бассейн. Ну, не знаю, насколько он вообще нужен, если море в 250 метрах. Летом, соответственно, все это будет красиво. Все уберут, приберут, будет хороший, красивый бассейн. Ну, кому надо, вот, пожалуйста. Он есть. Здесь душ. и проходим вовнутрь. Сейчас я достану ключи. Так, я сам еще ни разу не был в квартире. Здесь, говорят, возможно, будет закрыт подъезд. но у нас есть ключ. Так, что-то он нам не помогает. А, все. Забираем ключ. И заходим вовнутрь. Вот так выглядит подъезд. Ну, для старого фонда, в принципе, неплохо, да? Мрамор на стенах, на полу, лифт, пожалуйста. Так, и мы едем на самый последний этаж. Итак, друзья, мы поднялись на седьмой этаж и заходим в наш, в нашу квартиру. в нашу дуплекс пентхаус. Не знаю, называйте его как хотите. Здесь слева пожарная лестница. И мы проходим. Я вот так мельком посмотрел. Квартира требует сто процентов косметического ремонта. насколько я вижу, можно, конечно, жить и делать. Постепенно какой-то ремонт, что-то подделывать. Но здесь это стоят копейки. И мы обязательно наша компания вам в этом поможем. Буквально тысяча евро. Ну, здесь площадь-то большая, может, полторы тысячи евро. И можно заменить и сантехнику, и где-то что-то подкрасить, где-то плинтуса поменять, и квартира вообще будет выглядеть по-другому. Так я зашел, конечно, но квартира такая. Надо здесь космический ремонт делать. Без этого никак. Кому-то, может быть, вообще и так сойдет. Я делюсь своим мнением. Для этого у меня канал на ютубе. Итак, заходим в первую комнату. Потолок красивый. Потолок мне вообще нравится. Это подсветка синяя. На полу, кстати, ламинат. Вот эта мебель, я думаю, наверное, она никому не нужна. но все-таки может кому-то и нужна. Такая вот комната с выходом на балкон. Здоровенный балкон, как всегда. Кусочками вид на море. До моря, повторюсь, здесь 250 метров. Снизу у нас есть паркинг. Вот эта территория, да, не знаю, сейчас все скажут, что здесь построят какой-то дом. Может построят, может и нет. Там, видите, паркинг построили. Говорит, что здесь ничего не будет. Такого, конечно, вам обещать не могу. Может быть, что-то и будет. Благо, что в Махмутларе запретили уже вот такое вот строительство многоэтажное. И сейчас здесь можно получить на разрешение, получить разрешение на строительство не более восьми этажей. Итак, вот здесь у нас еще балкон. Здесь, видите, краник специально чтобы балкон мыть, убирать. Вот это у нас уже новое, новый жилой комплекс Алара Парк Екта строят. И вот здесь старый фонд. Можете видеть, куча бочек на крыше. Видите, они солнечными батареями подогреваются, эти бочки, и тем самым у вас есть горячая вода естественным путем полученная. вернемся в квартиру. Вернемся в квартиру. Итак, спальня номер раз. Прямо у нас пошла кухня отдельно. Санузел. В санузле мне вот эта плитка кстати понравилась. Хорошая, красивая плитка. Ну, конечно, все вот это надо, надо, надо все это как-то переделать. Ну, вот это вообще никуда не годится. откровенно вам скажу, ну, не могу я пройти мимо вот этих минусов. Вот это все, конечно, надо по-хорошему переделать или, не знаю, как-то все подремонтировать. Так, и вот у нас кухня. Кухня. Вот здесь вот небольшой эркер. Здесь так колонна стоит посередине. Ну, ее можно кстати обыграть как-нибудь, как раз-то пространство отделить немножечко, где вот эта вся варочная там поверхность и все остальное. Здесь поставят стол. Вот здесь насколько я вижу все это закрыто шторами. Вот эта пластмасса, конечно, мне опять же не нравится. Ну, все это благо можно переделать. Не проблема. Да, если тут как бы привязываться к минусам, можно много минусов найти. Можно, не знаю, в рай приехать и найти там минусы, там слишком все хорошо. Ну, на самом деле, если так посмотреть, вот он вид классный на горы. Если позитивно, да, оптимистично смотреть на все это, вид на горы. Здесь вам детская площадка, спортивная площадка, где может играть ваш ребенок, вы можете прям с окна за ним следить. вот она ваша придомовая территория. Там, да, вот этот строительный мусор, но со временем все это уберется. Здесь как бы не будет это все годами валяться. Кто-нибудь, да, купит этот участок, но, скорее всего, уже череп. Так, далее. Далее, далее, далее нам надо подниматься на второй этаж. Здесь у нас кладовка небольшая под всякое барахлишко. Поднимаемся на второй этаж. Вот эти, конечно, вообще покрасили белой краской, надо было что-нибудь как-нибудь. Ну, я докапываюсь, друзья, на самом деле это цена какая. За такую площадь, за такую близость к морю. Так что, я думаю, все эти минусы тут вложить еще, не знаю, тысячи три евро. еще мебель. Тысяч пять, короче, вложите, будет хорошая квартира у вас. Так, здесь у нас, не знаю, зал, не зал, там спальня, здесь получается тоже спальня, то есть санузел. Зал же не бывает санузлом. Так, вот здесь уже, смотрите, ванна. Как же я соскучился по ванне. вот такой вот санузел. Здесь будет здоровенный балкон, судя по всему, опоясывающий. Ну, да, здоровенный балкон, здоровенный, 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 и здесь у нас зона барбекю. Здесь, конечно, все можно сделать классно, качественно, все новенькое сделать, поставить здесь какой-то навес, да, здесь вот это все новое сделать, все, чук-чук-чук, здесь зона барбекю такая крутая, здесь какие-нибудь шезлонги себе поставить, загорать. в общем, да, надо здесь приложить какое-то, какие-то усилия, какой-то, не знаю, дизайнера позвать. Я просто вот тоже, с меня дизайнер вообще никакой. Надо, чтобы люди занимались, ну, то есть, чтобы дизайнер занимался дизайном, а не вы сами там что-то придумали. Если у кого-то есть задатки, то, пожалуйста, не знаю, пишите в комментариях, как здесь все можно переделать, сделать. Здесь у нас постирочная, вот они выводы под стиральную машинку, вижу. Так, и здесь у нас еще одна комната, ну, сколько я понимаю, детская, судя по вот этим штукам всяким на выключателях. И выход сюда, в зону барбекю. Так, ну и все. Всю квартиру мы, в принципе, прошли. 240 квадратов, это, ну, наверное, уже мы, подписчики, знают, что здесь площадь, она, это бруто, это не нетто, это бруто, то есть, это грязная площадь вместе с там, с кусочком коридора, там, в общем, не знаю, ну, на взгляд, здесь, мне кажется, метров 200, со всеми балконами. Ну, нужно смотреть техпаспорт, так, на взгляд, и тоже не могу померить. Квартира для тех людей, которые, не знаю, может быть, делали ремонт у себя. Я тоже такой человек, я захожу, мне надо, чтобы сразу было все классно. Кто-то любит, знаете, купить вот подешевле, что-то такое подубитое, самостоятельно сделать ремонт, тем самым выиграть в зингах, и все сделать под себя. Но, я не такой, для таких людей сейчас номер появится на экране, мой, пишите, звоните, ватсап, забирайте предложение, ну, так-то классно, согласитесь, за 70 тысяч евро. В этом доме за 70 вы только один плюс один купите. Здесь у нас целый пентхаус, старенький, конечно, но все так, но все же, на сегодня все, друзья. Звоните, обращайтесь, кроме этого, конечно, у нас есть еще куча всяких горячих предложений, подписывайтесь в группу мою в Телеграме, где я выкидываю горячие предложения, в первую очередь, подписывайтесь в Инстаграм, там тоже оперативно, оперативнее, чем на Ютубе информация выкладывается, потому что на Ютубе надо монтировать туда-сюда, в Инстаграме я просто снял на камеру и баха выложил через 5 минут. На этом все, друзья, с вами был Никита из Алании, всем пока, всем отличного настроения, надеюсь, увидимся в Алании, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok